Всем доброе утро! Лика собирается в институт. Уже практически собралась, да? Лика собирается в институт. Кто-то не проснулся. Пьем кофе. И с Миланой тоже сейчас в школу собираемся. Хочу кофе и пахлаву. У Лики сегодня на завтрак макароны, а с тушеной печеночкой огурчик и чай. Ну и тоже пахлава. Всем доброе утро! Всем приятного аппетита! Кто кушает вместе с нами! Ликингом взяли книги мужик. Я уже жду, не дождусь, когда у нас будет подпекление. Можно будет снять и пальто. И все такое. Хочется уже одевать летнее. У меня сейчас перекус. Творог, сметана и это черничный джем. Кофе и пахлава. Вкуснейшая пахлава. Невероятно вкусная. Я так не обедаю, как ты перекусываешь. Миланка там с подружкой волтает. Завтра мы, кстати, не учимся в школе. Они идут, куда-то идут. В библиотеку. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Сейчас у Миланки собрание. Послушаем, что там в конце года будут говорить. Надеюсь, что собрание сегодня будет, ну, хотя бы минут 30-40. Как и максимально нужная информация, чтобы не было лишней воды. Потому что лично я не люблю, когда, знаете, вот из родителей кто-то начинает рассказывать про своего ребенка, там еще что-то. Я не знаю. Я считаю, что собрание нужно для того, чтобы обсудить какие-то нужные, важные темы. Касаемо всего класса, допустим, да, учебного года. Что-то такое более важное. Все? Да, мне бахила. Нужно взять обязательно бахилы. Маску я взяла, но надеюсь, что маску не будут спрашивать. Но я на себе хочу взяла. Смотрите, какие тут красивые деревья. Все везде распускается. Прелесть. Не знаю, что это за кустик. Листики такие. Прям красивенькие. Везде все так зелено. Красота. Попробуйте, как обычно. Попробуйте, ты исток. Добрый день. Добрый день. Чизбургер. Один чизбургер. Он будет без горчицы. Подойдет вам? Да. Хорошо, 49 рублей. Все в доброй ради. Будешь без горчицы? Да, пусть. Короче, нас нет целый день идет дождь. И на улице очень-очень холодно. Ли как-то в институте заморки. В институте нет. Только то что дальше что-то. А я говорю маме, давай я подъеду. Она говорит, не ешь. Прям. Миланка у моей сестры с Даной играется. Завтра в школу мы не идем, потому что завтра у девятых классов экзамены. И учителя будут начальных классов присутствовать на экзамене. И, ну, кто хочет, желательно, конечно, чтобы все хотели, пойти просто как экскурсии в библиотеку. Но мы, конечно, не пойдем. Мы посмотрели, у нас по прогнозу завтра тоже дождь. Ну, короче, там, честно сказать, больше половины класса, мне кажется, даже больше, написали, в общем, заявление, что не пойдут в библиотеку. Все начальные классы, кто придет, пойдет. Организовано или каждый сам? Нет, организовано, пойдет учитель. Еще не знают кто, но какой-то учитель, может быть, там, 5, 6, 7 класса. Выдали нам список литературы, вот, который нужно будет уже летом почитать. На заправке работает только кафешка. Сидят ДПСники, кушают. Ну, кафе работают, а бензин не заливает. В общем, список литературы достаточно большой. Это на лето нужно будет читать. Еще нам потом выдадут большую тетрадь, которую нужно будет заполнять. Там будет 50 листов, но, в принципе, если по листочку... Какая-то тетрадь, которая заданиями... Нет, это просто будет, ну, как, рабочая тетрадь с заданиями, где там решить надо. Там будет и математика сразу, и русский язык. И литература, и окружающие... Чтобы дети реально дома чем-то летом занимались. Ну, вот у них будет задача, да, такая, ну, наверное, у... В основном у многих, да. Вот, ну, тут, наверное, конечно, мне кажется, уже от родителей больше зависит, да, если родители будут так... Так, садимся и занимаемся. То есть, на самом деле, немного, хотя бы одну страничку, да, один листочек в день. Ну, потратить, там, минут сорок на этот, ну, час, это вообще потолок. Вот. И сделать, мне кажется, это очень даже классно, что нам дадут такое задание. Вот. Ну, и читать, конечно. Список большой, в общем, нужно уже потихонечку собирать эту литературу. Там еще стихи учить надо, наизуать. Наизуально стихи, расскажи. Ну, там все, стандарт, я вам сейчас скажу. Кто стихи будет проверять? Я. Это у тебя, да, я покажу. Нет, я вам расскажу. Ну, а, покажу вам. Я вам расскажу. Там больше рассказывать очень долго. Так, в общем, вот такой... Ага, вот такой вот список. Вот. Стихи. Вот такие вот у нас задания на лето. Прячь обратно и не потеряй. Вот, как-то так. Собрание, на самом деле, очень быстро. А, мы на собрание же ходили? Ты че? Мама отраскладывается, раскинается. Да. Не, ну, трудно, конечно, считать. Шесть встали. И до, вот сейчас, начала десятого... Я думала, что в школу принесла информацию. Начало десятого. Вика, только с универа. Подожди, у меня есть салфетка, там тебе положили. Мы сочли салфетки, меня не знаю. Не, ну, слушай, хотя бы руки на. Не, не знаю, мне салфетки. Ты так видишь? Я думала, на Милану просто пришла и рассказала тебе. Здравствуй. Здравствуй. Собрание моё. Кстати, нам даже грамоту с папой дали. Там, с папой? Там, да. За что вам? В смысле? То, что мы домом позабрали. Зато всех вызывали. Нет, там всего человек шесть, вот вручили грамоту, да? Да, да. Да, да. И шести семьи. Ну, те, которые... Принимали активно участие. Принимали участие в школе жизни. В школе... В жизни, в школе. В жизни, в школе. Да. В школьной жизни. В школьной жизни. В школьной жизни, да. Олик-то пахнет. А что, ну, сон такой? Он сказал, без горчицы. Слушайте, без горчицы, но... Слушайте, а знаете, что мы еще заметили, кстати, что бывает кладут вот такие вот бурки, вот что у них есть наличие в данный момент. Нет, это вот у нас почему-то так. Деньги больше такого нет. Именно, который у нас рядом с домом. Кефси. Там просто очень шедрый работник. Да, и вот мы заказываем три простых чизбургера. Они положат один простой и два делюкса. Ну вот какие у них есть данный момент. Да, они мне жалко. А ну-ка, руками лика, грязными. Да я уже нос. Ага. Кладут и все, что они. Вообще маски были. Руки грязные. Целодень маски была? А нафига? А там за какой-то такой? Ну, чтобы на парах взять на маску. Да? Ничего себе. Нос хоть вытащил? Ну, можно. Мне надо немножко где-то спросить, но я им спросила. Да капец, это, блин, целый день маски. Что-то тут за ружье. Как-то так. Улики, кстати, сколько там? Три человека, да, отчислились? Угу. Еще не начали занять. Слали просто захотели и ушли. Три человека отчислились. Это они получали. Они получаются заплатили, оплату им не возвращают. То есть вот, они заплатили? То решили, что лучше потерять чуть-чуть. Какой чуть-чуть? Ничего себе. Ну, чем пять лет платить, а толку нет. Учиться не буду. Они не сказали, что вы поняли, что учиться не буду. Ну, вот у меня, получается, на факультете два или три человека. Взрослые, да? Второе образование получают. Ага. И остальные, получается, после школы. А, практически все после школы, да? Ну, понятно. Короче, конечно, ну, как Лика рассказывает, первый же день многие, ну, не многие, а все стесняются друг друг. До семи вечера досидели, никто не кушал, потом бросились, пошли встав. Потом в ряду из буфета, там уже все закрыто. А столовая, ну, кафе закрыто. Вообще, до какого времени пары, если не брать заочников? Да, у меня, наверное, всегда по-разному, да? У Лики тоже по-разному. Я думаю, часов до пяти до шести максимум. У Лики работает до семьи, вот, значит, до семи не доедут. А-а-а. Ну, Лика брала с собой, ты все съела, да, все, что брала? Да. Ну, еще столько же бы съела, наверное. Нет, мне брали. Ну, Лика булочки брала, да, всякие батончики брала, водичку брала. И, главное, плотно позавтракала. Хотя она вообще не хотела. Потому что я там завтракала, я уже в десять, у меня уже все. Ты уже хотела в десять? Хотела есть. Вот, представляешь, если бы ты вообще не позавтракала. Просто вот... Просто я завтракать не люблю. Да. Я позавтракаю, просто запихиваю. И даже не чувствую ничего. Впихнули невпихуемое. Вот все по-разному. А я люблю для меня самое вот прям, я когда просыпаюсь, я очень хочу завтракать. Я вначале пью стакан воды. Ну, и там минут через 20-30, все, я уже хочу кушать. Капец как. Я обед могу спокойно пропустить вообще. И вот к ужину, ну, уже вечером я уже хочу кушать. То есть вот завтрак, ужин, обед я вообще могу не кушать.